Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Но с большой вероятностью Мне придется останавливаться Потому что сегодня утром я словил прокол И прокол необычный То есть я не проткнул чем-то Камеру, каким-то стеклом Или камушком А находящиеся в трещине Покрышки песок В сквозной дырочке От прошлого прокола Он просто потихонечку протер Дырку в камере То есть не было никакого стекла В этот раз Было просто отверстие в покрышке В котором был песок И в прошлый раз Когда у меня такое случилось Прошлой весной Я был вынужден Поменять покрышку Потому что победить эту проблему Не удавалось Сейчас Я взял с собой Уже после прокола Купил суперклей И если еще раз Появится такое отверстие То я уже наверное скорее всего Попытаюсь Этот песок связать суперклеем Внутри дырочки Ну и посмотрим что из этого выйдет Скорее всего ничего не выйдет И не исключена вероятность Что я просто развернусь И поеду домой Потому что Каждые там условно 30 километров Ставить заплатку Еще там на дистанции Не знаю 100 километров это норм А чтобы ехать там завтра Это уже скорее всего Будет неприемлемо Плюс ко всему Я сейчас поставил заплатку И у меня нет уверенности Что она не травит Я в течение дня проверял В принципе если спускает То совсем потихонечку Потому по идее Мне должно хватить На 100 километров Моего накачанного Там до 80 пси колеса Если не хватит То буду подкачивать его Возможно По пути А возможно в принципе Камеру поменяю У меня с собой Две запасных камеры Все должно В принципе получиться Сегодня отлично А завтра вроде бы будет тоже Правда по разным прогнозам Обещают То сильные ливни И тепло То сухо и тепло Я надеюсь Что будет все таки Сухо и тепло Хотя совершенно не боюсь И ливней Другое дело Что опасновато 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 проезжать В ливень По узким шоссе Междугородним Потому что там и так Бьются А так Меня будет Не ожидать Конечно Водитель автомобиля Увидеть на дороге Потому что Велосипедисты В ливень дома сидят Проверю Как накачано колесо Вроде нормально Теперь Из-за того Что у меня Баулы На багажнике Корма ходит Так достаточно плавно Из стороны в сторону И Когда я проколол колесо Оно просто стало Больше ходить Из стороны в сторону В связи с чем Я так достаточно долго Не понимал Что я прокололся Со старта Была средняя 17 Из-за того Что я там Останавливался Видимо И Стартанул Не сразу А сейчас Подросла До 18,5 Но на самом деле Я еду Выше своего Обычного темпа В смысле Я на этом велосипеде Без баулов Езжу медленнее По выходным И Трех-четырехчасовая Поездка В том темпе У меня Не вызывает Никаких Осложнений А сейчас Получается Что я Начинаю Сам себя Утоплять Такой темп Я имею ввиду Я долго не удержу При том Что еле едем 15 Вообще Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Теперь Собственно Я на пустой дороге Здесь очень хорошо Пахнет лесом Я запах леса Не чувствовал Уже Ну достаточно долго Но Теперь несутся Машины Пробки нет Обочины нет Как таковой Машины Проносятся По 120 Км Продолжение следует И если этот Еще как-то Меня обрулил Только что То Другие могут Не обрубливать А прямо Проезжают Впритык Меня сносит Ветром Я вот Заскакиваю На обочину Когда они проезжают Потому что Что-то Они себя ведут Ну так Как будто Меня здесь Вообще Не замечают Вот этот Заменил А предыдущие Нет Вот И хер их пойми Убьют Или не убьют Судя по скоростям Скорее всего Убьют Потому что Я на обочину Справил Еще интересный Эффект Мотоциклисты Мне сигналят И машут рукой Когда мимо Проезжают На Попутные Встречные Так не делали Встречных Было мало А попутные Прям подряд Два Мотоциклиста Так сделали Это Интересно Первый Просто посигналил Я не увидел Чтоб он махнул рукой И я в ответ Просто улыбнулся Естественно Ему мою улыбку Там было не видно С 30 метров Зеркало заднего вида А второй Помахал рукой Я ему махнул Тоже в ответ Уже Такой Погружение В мотоциклетную Междугороднюю Атмосферу Походу Получилось Сейчас я еще Камеру поправлю Наверное Чутко Вот так Муха в рот Залетела Только что Ну или Не знаю Насекомое Какое-то Я нормально Так устал Я пытался Держать Среднюю 20 И Выдержал ее Сейчас у меня 20,2 И Улучшить Уже не получается Потому что Устал А Предыдущие Этапы Я делал Там остановки Когда батарейка В камере села Да Снимает Я остановился Менял карточки Памяти Причем Долго Потому что Что-то Две карточки Памяти Не пошли Не стали Работать Вот Что Обидно В китайской Камере Обе Ну Все карточки Работают А тут Получается Одна Нет Очень страшно Несутся Там даже Не 120 А больше Конечно Дорога прямая И узкая И пустая Конечно Хочется нестись Они и несутся Если где-то Минуту Машин нету Я начинаю Запах Леса Чувствовать А так Забивают Походу Они своими Выхлопами Вот Велосипед Вроде Выдержал Поездку Я проехал Уже 76 километров Из 90 Сегодняшних Еще один Едет Вот Заднее колесо Выдержало Не спустило Подожду Постою Все Их было всего два Я переживал Что оно будет спускать Оно вроде держит Я нормально еду Тормоз Тормоз Трет Из-за того Что я понажимал Я поставил колесо Но не затянул И Мне показалось Что оно встало Я Понажимал тормоз Увидел Что что то он проваливается Понажимал еще Потом посмотрел На колесо А оно Ну Я его чуть сдвигал И оно выскочило Диск выскочил Из тормозных колодок И я просто Друг на друга Колодки Навстречу сдавил Без диска Щель для диска Уменьшилась И теперь Трет Расширять Это отверткой Надо туда лезть Не, ну я так С целыми колесами Рискую не приехать Конечно Мне осталось 14 километров До финиша Вроде бы Сейчас посмотрю Ни хрена не пишет Мой навигатор Сколько мне осталось Ну ладно Четыре утра Половина пятого Я отъезжаю Стартую Со своего места Ночевки В Куровском Больше десяти лет Тут не был По-моему Ну может быть меньше Но практически Столько же Походу Погода прохладная Я даже культку нацепил Поспал мало Чего-то Не знаю Четыре часа максимум И то По-моему Заснул я не сразу Потому Скорее всего Где-то Три с половиной часа Отсыпаться буду Уже на финише В целом Мне кажется Что Сейчас я темп Возьму такой Достаточно Медленный Потому что Ноги после Вчерашнего марафона Болят Плюс ко всему Я все-таки В конце концов Посмотрел Что у меня Трет или не трет Тормоз Тормоз впер Причем Капитально У меня После раскручивания Колеса Оно останавливалось Где-то за 5-6 оборотов Ну В свободном качении Туман красивый И холодный Сейчас наверно Фонари Повключаю Сумерки Пока Так себе Хотя бы один Хотя можно и второй На шлеме Тоже включу Холодно Холодно Прямо так Конкретно Ну Посмотрим Сейчас Может Раскручу Педали Пойдет Получше Пока Что-то Ни хера себе Какой холодный ветер Я скорости набрал И он теперь дует Наверное Сейчас я Немножко Покручу И полезу За штанами Вот Да Прямо Конкретно Холодно И Обещают Потепление Только через Несколько часов Сейчас 16 градусов И В принципе Если бы я был Свеж То скорее всего Я сейчас бы Набрал темп Высокий пульс И нормально Быть Гнал И грелся Вот Как оно Пойдет Сейчас Не знаю Ну Очень хорошо Что теперь Не трет Тормоз Получается Я 90 Км Отмахал С тормозящим Колесом С зажатым Практически Тормозом Не сильно Но Оно Все таки Сбрасывало Скорость На свободных Качениях Я это Замечал Но почему-то Решил Не верить Ощущениям Дуралей Надо было Остановиться Раньше И все Это Перекрутить Вот Ну вроде бы И все Дальше Поехали Покатаемся Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Здесь я вынужден в зеркало отслеживать каждую машину, уступает она или нет. Ну, не уступает, а объезжает она или нет. Я, кстати, рассчитывал, что машин в 5 утра будет мало, а фиг бы там. Ну, я не знаю, просто сколько их тут днем, может быть, их сейчас станет сильно больше, но судя по тому, как они проносятся у меня, с какой частотой, а частота примерно такая же, с какой они проезжали, когда я ехал сюда, свернув с Егорьевского шоссе. Так что мои надежды скорее не оправдываются, чем оправдываются. Субтитры сделал DimaTorzok 20 км в час никак не набирается. Ну, на подъемах, конечно, сейчас подъемчик небольшой, но в любом случае так оно. Сегодня вязко идет велосипед. Видимо, из-за того, что вчера устал, тащил эти 20. И как раз наступает, похоже, время расслабиться, потому что машин здесь нету. Я заехал, наконец-то, на дорогу, на которой нету трафика. Отъехал подальше от Куровского. И основная трасса идет тут где-то в параллель. А я надеюсь, что я тут буду ехать, встречая нечасто автомобили. Дорога действительно тихая. Повезло. Но, правда, проехал я всего 15 км пока, 16. Это не так уж много. Переоделся. Куртку снял. В куртке жаркой в штанах. Надел защиту сноубордистскую. Она не продувается. Мне как раз ветерок холодный не пробирает. Спина закрыта. В верхней части тела тепло. Снял штаны. Ноги замерзли. Колени стали мерзнуть. Надел рукава на ноги. Пробую показать. Ну и в целом, пока комфортно. Машины проезжают редко. Деревни в деревнях. Рында висит. Я прям слышал о их существовании, но никогда не видел, потому что никогда не проезжал маленькие деревеньки как-то. А в больших селах, в Рынде, большого смысла, ну, может быть, он и есть, но я не встречал просто в селах. А здесь деревни, в которых даже улицы нет, да, просто там беззубово. Беззубово один, беззубово два, беззубово три. Вот так. И странные деревни в том плане, что ну, это все-таки некие поселки уже, а не деревни. Если тут что-то и делают в части сельского хозяйства, то это выращивание, ну, что-то на огороде выращивают, а коров там, коз тут практически нет, потому что все спят. 6 утра, все спят, 5.45. И я еду уже, которую деревню, встретил, может быть, два человека. А в селах, ну, в которых действительно, там коровы, козы, их же надо выгонять, и делают это в 5 утра. То есть уже полным ходом жизнь идет. Ну, вот бабушка какая-то. Вот как-то так. Пока еду, все нормально. Дорога хорошая, но скорость низкая, конечно. Не знаю, если я буду ехать и держать среднюю 15 км в час, я к вечеру приеду. А я рассчитывал к обеду. Посмотрим. Я в Егорьевске. Город достаточно уютный, даже с главной этой трассы выглядит. Ну, такой тихий провинциальный город, в котором сохранилась старая архитектура. Мало того, новые постройки, они низкоэтажные. Такие пятиэтажные здания я видел, новостроечные. Мало того, перекрыли главную улицу, чтобы сделать пешеходную зону. выглядит очень круто. Прямо я заехал, думал, скажу что-нибудь про Егорьевск. Ну, в принципе, посмотреть тут нечего. На самом деле, город производит очень приятное впечатление. И вот пробыв в нем, наверное, уже минут семь, я могу сказать, что я бы с удовольствием в таком жил. Есть города, которые, ну, которые я, конечно, не посещал, но смотрел на гугл-картах, на яндекс-картах, как они выглядят. И нередко у меня возникает мысль, что я не хотел бы жить в таком городе. Он навевает на меня тоску, даже несмотря на то, что я родился в Норильске. Городом тоску на меня нагнать, это надо сильно постараться. И вот, например, город Киров, он из этого разряда. Я что-то по нему так прошелся. Прям совсем унылый. А здесь хорошо. Прям совсем унылый. Выглядит как будто какой-то древний город. Прям совсем унылый. Продолжение следует... 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 И скорость возрастает, конечно, значительно в такой посадке Я сделал привал Попил из-за тоника в виде огуречного рассола Съел банку огурцов И в целом чувствую себя сейчас вполне нормально Не сказал бы, что прям сильно бодро, но вполне Осталось около 30 километров Я, скорее всего, сейчас сбавлю темп Спешить мне некуда Утро раннее до сих пор И, в общем-то Я везде успел Я, когда доеду, в принципе там делать нечего Потому Посмотрим, в общем Особо рвать когти больше некуда Уже который раз встречаю примерно так расположенные церкви Выглядит привлекательно На возвышенности Такие Красиво Смотрится И в этом селе есть Дорожка Пешеходная Даже две А ну вот, кстати В этот раз мне с ней не по пути Ладно Проехал некоторое время Я по такой дорожке Было неплохо Неплохо Вроде все Я приехал практически Начался проселок Я здесь потихонечку Скребусь Доехал вроде без приключений Концовка, конечно Пришлось еще батарейку поменять В камере Села Здесь скорость снизилась И в лесу комары Они меня теперь способны догнать И вьются вокруг меня Но пока вроде не кусают Вот Ехать достаточно далеко Как оказалось Я что-то Думал, что я съеду с шоссе Тут две-три минуты По проселку И приехали И все удивлялся Почему Синтоновцы Ну Козлов подъезжает На место Кемпинга С другой стороны реки К этим В Стружаной В деревню А не заезжает Вот как я сейчас заезжаю Вот теперь я знаю Почему Потому что Автобус со студентами Конечно по этой Проселку Поэтому не пройдет Лужа была страшная Думал, упаду Ну, не думал А Рисковал В общем, вот еду Осталось где-то Три километра До ближайшего поворота Направо А после этого По-моему Еще где-то Три километра И вот я что-то Представляю Что если бы мы Выгружались там На шоссе С чемоданами И всю эту дорогу Проходили пешком То, конечно, да Это было бы тяжело Способ какой-то Иначе доставить С комфортом В точку Проведение Семинара Он достаточно Как Ну, наверное, да Действительно Наиболее простой Это на другой стороне реки И потом переплавляться Там просто Переплавляться 200 метров В реке по колено Это Сильно проще Чем Километров 8 По проселку С рюкзаками И чемоданами Ну, кто-то с рюкзаками Те, конечно, могли бы Здесь прогуляться И нормально А если какие-нибудь Девушки С чемоданами То Какие тут Чемодан на колесиках Тут не проедет, конечно Вот примерно так В общем, сейчас доеду Посмотрим, что там Занято ли Место И Разберемся То ли сразу поедем обратно Спустя там, не знаю, часок То ли я все-таки Кемпинг разобью Ночевку Пока Непонятно Жалко, что Не купил еще банку соленых огурцов Место-то есть Надо было, блин, купить Добросить Так мне полегчало Когда я съел Огурцы И Выпил весь рассол У меня прямо Практически свежие мышцы были А сейчас вот Проехал 30 километров И снова Подустал уже Сейчас бы Вот, конечно Мне бы Соли Ложку Ложку бы соли Где бы ее взять Ну вот как-то так Наконец-то Вот это деревня Стружаны На том берегу реки И меня не покидает ощущение Что Я нахожусь чуть Правее Чем Чем Ну, раньше был То есть я приехал Я нашел место кемпинга Оно изменилось немножко Там появились постройки За эти 10 лет Пока меня тут не было 10 20 Почти 18 Или 17 лет Меня здесь не было Вот Речка как была мелкой Так и осталась Это я иду по руслу реки И вот я вышел к реке Дико круто Очень красиво Лодочки есть Одна глубоко На берегу там стоит Одна вот она здесь Я вижу Вот Наверное сейчас попробую искупаться Ну, как искупаться Я думаю, что Это будет Достаточно тяжело сделать Потому что вода мелкая Я Ну, то есть тут Самое глубокое место Скорее всего по колено Ну и вот Соответственно Как искупаться Я пройду метров 30 вглубь Когда мне станет по колено Хотя бы Я там Присяду Окунусь Вот Скорее всего так Не думаю, что здесь Сегодня кто-то будет Ехать обратно Пока нет ни сил Ни желания Ну, сейчас 11 часов 17 минут В принципе Целый день впереди Возможно Я через пару часов Оклемаюсь Скажу Опа-на Я бодр и свеж А тут скучно И нечего делать Поехали обратно И поеду Но пока нет Пока я хочу Это Куда-нибудь Лечь И лежать Ну, зная себя Это быстро проходит Вот Как-то так Тут какой-то знак Мемориальный Куда б ни шел Не ехал Ты Но здесь Остановись Погиб твой друг Учитель Верочка Калиниченко Туристы 226 маршрута Пальчикова, Люба Белгород Травкино, НАТО Поставили этот Мемориал Такие дела По-моему, он был Кстати, 10 лет назад Почему 10-то Когда 20 Вот Это место кемпинга Сейчас Я попробую Прогуляться Поискать Что тут есть Там мой Велосипед Валяется Надо Телефон Выключить Экран Лежит Батарейку Жжет А может быть Даже Жгет Вот Такие дела Сейчас Конечно Все Свернул Зеркала Свернул Все Зеркала Выключил Так Три минутки Мы гуляем Да Действительно Я вижу Там Какие-то Еще Постройки Как бы Не оказалось Что я Чуть-чуть Правее Заехал А Надо Туда Левее И Я даже Знаю По какому Признаку Искать Здесь Должно Быть Дерево Которому Привязано Бревно Примерно Трехметровое И вот Собственно Это и будет Признаком Того Что я На месте Ну Вообще Там Кострище И Там Можно Готовить Еду Которую Я не взял Разжечь Костер Зажигалкой Которую Я Не взял И Покушать Приготовленной Еды Вот Как-то Так Нет Здесь Мы Видим Какой-то Колодец Какие-то Еще Столики Но Бревна Никакого Нет Я Не помню Это место Видимо В эту Сторону Я Не ходил Тогда Когда Был Здесь Но Бревна Правда Нет И Там Что Любопытно Но В целом Местность Узнаваемая Мне Так Кажется Вот Тут Веревочки Какие-то Привязаны Это Скорее Всего Умывальники Висели Тут Растяжки Между Деревьями Делаются И Развешиваются Бутылки В виде Умывальников Разное Подобное Добро Вот Когда Я Здесь Был Первый Раз Я Здесь Был Два Раза Когда Я Не помню Где Я Проживал В Какой Палатке А Когда Я Здесь Был Первый Раз Я Проживал Вот Получается Ну Вот Этого Поваленного Дерева Конечно 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 Не Не Было Вот Тут Я Это Вполне Четко Помню Или Там Ну То Есть Вот В Этой Области Это Отпечаталось В Памяти Так Вот Этого Рва Не Было Площадка Была Вот Здесь Стояла Женина палатка Женя, Таир, Леша Здесь были Но в целом Изменилось не очень много Нормально Буду располагаться По счастливой случайности Здесь на столе Оказалась Баночка соли Прям то, что я хотел У меня теперь есть соленая вода Сейчас посмотрим Что я тут набодяжил Все Солевой баланс Я думаю восстановлен Я сюда бухнул столько соли Должно вроде бы хватить Но соленая вода отвратительная Это вам не рассол Все, выдал Ура Пойду Что-нибудь поесть достану Я понял, что здесь Микрофон пальцем закрыл Я понял, что здесь Капитально нечего делать Я сходил до реки Я зашел реально по колено Правда не понадобилось идти 20 метров Оно по колено стало Ну не по колено По середину лодыжки Так немножечко намочил руки Понял, что Хорошо бы Если бы дно было песчаным Оно и листое В него нога проваливается И там всякие корешки Выли В общем Ходить так достаточно Неказисто получается По реке Далеко не уйдешь В итоге Я прошелся туда Прошелся сюда Прошелся туда еще раз Прошелся обратно еще раз Понял, что На двух бананах И двух батончиках Я до завтра Если и доживу То Ну без большого удовольствия При этом я уже Чувствую себя отдохнувшим Сейчас 12 12.20 Ну прошел час Как я сюда приехал Я Хотел бы сказать Что я чувствую себя Полным сил Чтобы двигаться дальше Но Наверное Нет Но Я попробую Вот Поеду Обратно Вполне у меня Нормальное самочувствие Вот это и как раз Рубанул я соль Еще меня беспокоит Что у меня всего Полтора литра воды Осталось Я выпил 1.7 Ну с учетом Вот этого пол литра Который я соленый Выпил И пить мне больше нечего И если Я здесь заночую То я скорее всего До утра Эти полтора литра Если не допью То Ну так Их останется немного И следующие 70 километров Ну они конечно Не будут Все 70 километров На этом остатке воды Я естественно Куплю где-то В магазине Но Тем не менее Как-то Не очень Получается Хорошо Какие-то рвы Здесь появились Мне кажется В прошлые разы Рвов Таких не было Это Это мусорный ров Сюда Синтоновцы Сбрасывают мешки С мусором Ну ладно Понятно А бревно Пропало Здесь На дереве Было бревно Вот на этом По-моему Дереве Это дерево К нему Было приставлено С этой стороны Бревно Оно привязано Было веревкой Это просто шуруп И еще один шуруп Вот Я видел Там в лесу Сделаны Прям Конкретно Хорошие туалеты То есть Сделана Опалубка Вырыта Траншея Метров Десять Наверное Над ней Сделана Опалубка И Сделаны Скамейки В которых Делана Дырок И стоят Стульчаки Обычные Нормальные Беленькие Стульчаки Пластиковые От унитазов Все очень Культурно Мне понравилось В общем Есть Конечно Соблазн Разбить палатку Но потому что Я купил палатку В прошлом году Я собирался Куда-то ехать И не поехал В прошлом году И тут Значит 200 километров Отмахал С этой палаткой И такой Ааа Да Что-то скучно Поеду Обратно Ну Вот Получается Что я Вот так И сделаю Что-то скучно Поеду Обратно Побродил Так немножечко Ну Реально Нечего Делать То есть Полянка Речка Хорошо Но Одному Не очень Интересно Одному Одному Интересно Двигаться В движении Куда-то Продвигаться Ехать А когда Остановился Я даже Книжку взял У меня есть Книжка Бумажная Чтобы батарейки Не сажать Я думал Я думал По-моему Сливная Яма И я Даже Нашел Канализационную Трубу Вот Она Прикрыта Досками И Туда Сливается Вода Сливается Вода Вот Через Это Отверстие Если Я Верно Понимаю Это Ну Это Часть Территории Кухни Синтоновской Она И тогда Была И Видимо Ее Так Здесь И Оставили Вот Этого Строения Здесь Не было И Столик Стоял Вот Там На Полянке А Сейчас Этот Столик Стоит Как раз За Этим Строением Вот Этот Столик Перенесли Оттуда Туда И Развернули А Так Все Нашел Старый Туалет До того Как Вот Это Капитальное Строение Появилось Вон Там Оно Беленькое Виднеется Не знаю Будет ли Видно До Такого Как Оно Появилось Была Просто Яма Которая Была Огорожена Мусорными Пакетами Черными И На Подходе К ней Лежит Веревочка Которую Можно Натернуть Между Деревьями Обозначив Что Ты Зашел В туалет Тот Кто Идет Тоже В туалет Он Увидит А Веревка Натянута Значит Занято Ну Она Там Метров Не знаю За 5 За 7 Была Лежала До Туалета Вот Нашел Этот Туалет Сходил В нем По Маленькому Вот И думаю Что Да Надо Наверное Отправляться Обратно Велосипед В порядке Сейчас Колесо Проверю Ни капли Не спустило Я Этому Очень Рад Вот Здесь У меня Предусмотрена Сумка И она Есть Герметичная Она Просто Лежит Здесь В этой Сумочке В ней Одежда Лежит Здесь У меня То Что Вряд Ли Понадобится Там Хбшная Футболка Дополнительная Флизка Здесь Палатка Спальник И Пенка Надувная Ну вот Соответственно Практически Весь Вот этот Правый Карман За исключением Штанов Брызгалки И бананов Я Ничего Не Использовал Вот А в остальном С велосипедом Все Хорошо В принципе Для Такого Типа Туринга Он Вроде Бы Справился Единственное Что Карбоновую Вилку Болтает Она Гибкая У меня По крайней Мере Она Очень Легкая Она Весит 500 Грамм И Когда На багажнике Такой Груз Велосипед Начинает Играть Ну Вдруг Начинают Болтать Багажник И Руль Прямо Трясет Из стороны В сторону Я Прямо Вижу Эту Вибрацию Вилка Гнется Но В целом Вот Выдержала Вилка Дорога Сюда Посмотрим Как будет Дорога Обратно Сейчас Наверное Еще Немножечко Посижу И Буду Уже В путь Отправляться В принципе Ну Силы У меня Есть Сейчас Может быть Еще Бутылку Поллитровую Воды Налью Еще Раз Наверное Немножечко Соли В нее Насыплю И Выпью И Уже Такой Солененький Поеду Вот Как-то Так На этом Все Пока Поехали Ох Я Час Выбирался На Трассу Это Оказалось Не Так Уж Быстро Как Я Ожидал Вот И Когда Я Выехал Я Подумал Что Мне Не Очень Хочется Гнать По Трассе Как Я Ехал Сюда Вот С такими Грузовиками Которые Вот Сейчас Он Не Оставляет Ни Сантиметра Обочины Вот Яндекс Карты Они Строят Маршруты Как-то Стараясь Избегать Подобные Трассы И я Подумал Что Было бы Неплохо Попробовать Построить Маршрут Яндекс Картами И Сейчас Я Попробую Это Сделать Посмотрим Что У меня Получится Если Он Не Построит Каким-то Другим Образом Маршрут Времени У меня Навалом На самом Деле До Десяти Вечера Скорее Всего Ходят Электрички Ну То есть Дедлайн У меня Где-то Десять Может быть Даже Почти Одиннадцать Вечера Когда Я Могу Ехать В Москву Если Даже Я Не Смогу Уехать В Москву То Из Кривандина Я думаю Что До Соответственно Спешить Мне Некуда Я Поеду Скорее Всего Со Скоростью Где-то 15-16 Км В Час Это Будет Не Быстро Зато Приятно И Не Утомительно Сюрприз Забыл Уронил Ее В лесу С Багажника Упала Записал Видео О том Как Ну Теперь Не Спеша По Яндекс Картам Я Поеду Время Есть И Такой Хлоп А Где Моя Защита И Галопом Короче Сюда Не Знаю Сейчас Посмотрю Сколько Я Времени Потратил Час 16 50 Минут Я Ехал Туда И 26 Минут Обратно Гнал Вот Потерял Много Сил И И Теперь 2 часа дня Я планировал Выезжать В 3 Потому У меня В принципе Час Запасу Есть Но Сейчас Я Выеду Уже Уставший Намотавший Лишних 20 Километров Причем Последнюю Десятку В таком Спортивном Темпе Короче Нужен Отдых Не Знаю Ну То 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 Я Записывал Видео На Трассе Я Был Полон Сил И Было Все Отлично Сейчас Я Отброшен Считай На Час Назад Мне Проезжать Снова Эту Бездорожную Трассу И Конечно Я сюда Вернулся За 26 Минут Но Туда Я Снова Не Проеду За 26 Минут То То Я Буду Сейчас Опять Колупаться 50 Я Хочу Пить У меня Кончается Вода Сейчас Попью Посмотрим Восстановятся ли Силы Нажрусь Бананов Не знаю Хватит ли Бензину В принципе Бензину Пока Было Навалом Но Я Знаю Что Он Когда Нибудь Кончится Стружаны Не Отпускают Но Я Рад Что Я Вернулся На Самом Деле Такое Как Бы Я Сюда Приехал Я Много Лет Здесь Не Был Посмотрел Места Вспомнил Приятно Было Здесь У меня Было Как бы Несколько Романтических Моментов Это все Приятно Вспомнить Попрощался С этим Местом И Скорее Всего Попрощался Навсегда Я не думаю Что я Вернусь В этой Жизни Еще раз Сюда И Вот В тот Момент Час Назад Полтора Я Точно Так Ж Думал Хлоп И Через Полтора Часа Я Снова Тут Потому В целом Я рад Что я Вернулся Но Сил Мало Сейчас Потихонечку Буду Скоблить Эту Дорогу Обратно И Постараюсь Все таки Взять Вот этот Расслабленный Темп Сюда И Огнал Снова Беру Расслабленный Темп 16 Км В час Спокойненько Маршрут Построен По Яндекс Картам Сейчас Поеду Продолжение следует... 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 Я вернулся К трассе Вместо 50 минут Выезд у меня занял В час 57 Потерял Один час Семь минут И Больше литра воды И Устал Вот И хотел бы поехать медленно Но вот опять же трасса без обочины Все несутся очень быстро И Яндекс к сожалению сейчас ближайший этап построил Ну так же как и Камут То есть мне придется некоторое время А может быть длительное время Ехать по этой долбанной трассе По которой у меня нервы сдают И я начинаю разгоняться Как бы ну пытаясь в случае если автомобиль меня догонит И ударит чтобы скорость удара была поменьше Вот как то так медленно ехать не получается Ну посмотрим сейчас что выйдет Воду я скорее всего сейчас допью И надо искать магазин Я только что повернул на повороте Где маршруты Яндекс карт и Камут разошлись Камут предлагал ехать прямо Яндекс повернуть сюда Я решил довериться Яндексу И сразу попал на плохой асфальт Ну конечно Яндекс в этом не виноват И Камут мог повезти по такой дороге Ну вот как факт Я вряд ли сильно разгонюсь по этой дороге Но с другой стороны И автомобили скорее всего Вряд ли здесь дадут какие-то большие скорости Потому что по той трассе конечно было Очевидно огромная разница между моей скоростью И скоростями автомобилей Они проносились там свыше 100 А я ехал еле-еле 20 Сейчас я еду ну чуть поменьше 18 Там тоже еле-еле 20 Но при этом очевидно автомобилей меньше По крайней мере попутных Встречные мне Вот сейчас встречных-то много А попутных не было Много кочек Но кочки скорее сейчас за плюс Они отпугивают автомобилистов Посмотрим как Эта трасса будет выглядеть дальше Здесь тоже нет обочины Вот кстати Туда куда предлагал ехать Камут Там обочина была Небольшая Иногда пропадает Но она была Вот санаторий Белое озеро Тут поворот Но я поворачивать не буду наверное Хотя озеро тут рядом Или повернуть искупаться Не знаю Нет настроения Хотя у меня с собой даже Маска Но кончилась вода Практически Чуть-чуть совсем осталось И я скорее Сейчас обеспокоен тем Чтобы Нормально доехать В неспешном темпе До магазина Где куплю воду Сегодня тепло И даже наверное жарко Если стоять Но я еду У меня ветерок Потому Вполне комфортно Единственное Что мешало Так же комфортно Ехать вчера Это то что видимо Тер тормоз Ну и в принципе Что я Энергично работал А сейчас Я уже не работаю А просто так Кручу педали Дорога пустая Очень хорошо С колдобинами Это в общем-то Терпимо Терпимо А вот Стал асфальт Гораздо более Гладким А машин не появилось Это отлично Накаркал Сзади машины Ну зато появилась Обочина Все на руку Они еще и не доехали До меня И повернули раньше Пока что я очень рад Что доверился Яндексу Когда я выезжал Из Москвы Я тоже сверял Как ведет Яндекс И как ведет комут И там я выбрал Однозначно комут Потому что Яндекс Как раз вел По второстепенным Дорогам По пешеходным Дорожкам А мне хотелось Быстро вырваться Из Москвы И Билайн написал мне Что я выехал Из домашнего региона Товарищ Я уже въехал В домашний регион Обратно Наверное первый раз За день Мне нравится Дорога По которой я еду Потому что Сначала Я ехал По асфальту Где неслись машины Мне не нравились машины Потом я съехал На проселок И мне не нравился Проселок А теперь Гладкая дорога И я один Это очень круто Яндекс Просто не нарадуюсь Что он повернул меня На эту дорожку Так, так, Яндекс Подставил Подставил Потому что дальше будет Вот такая А на автомобиле Проезжать Такую Дорогу Не очень приятно В то время В то время В то время как мне Вполне комфортно Скорость-то Упала Но незначительно Зато повысился комфорт Кстати Потому что Крутить на асфальте Я устаю И вроде бы Скорость держу Вот сейчас 20 И на асфальте Держу 20 А на асфальте Устаю А здесь Меня потряхивает И Я каким-то образом Отдыхаю Пока не разобрался Как Но Субъективно По кочкам Получается Комфортнее Ехать Чем по Ровному асфальту Я кстати Когда уезжал Из Мещеры Ну От места Кемпинга Где я не стал Разбивать Палатку Я На полпути К трассе Встретил Двух велосипедистов Мужчину и женщину Они ехали Подготовленные Кемпингу С палаткой С ковриками Ну С пенками Мы кивнули Друг к другу Я еще подумал Что Ай как Если бы посидел Часов До трех Они вот где-то там В половине третьего Скорее всего Приехали бы К месту Где я Мы бы там Познакомились Посидели И вот я А я уехал Раньше Ну и соответственно Ну и уехал Потому что Одному Скучно А так Оказывается Вот они Должны были Приехать И мне было бы Не скучно И когда я Вернулся За курткой Я рассчитывал Что я их там Встречу Перекинусь Парой слов Там Может быть Они тоже Синтоновцы Там просто Заезжали Но нет Их там не было Они Где-то Ну Свернули В другом месте Не ехали К тому месту Кемпинга К которому я Я там даже Покричал Ну как Не их позвал А песенку спел Просто так Потому что Я один Почему бы Не спеть Песенку И Никто Нигде Не зашуршал Не зашелестел Не откликнулся Ничего Потому Ну Или они Как-то Хорошо Спрятались Когда я Приехал Или Они Не поехали К этому месту Вот Такая История Когда доеду Посмотрю На страве На флайбаях Если они Включали Страву То я их увижу Может познакомимся Да посмотрю Куда они К какому месту Кемпинга Они Проехали Это наверное Все таки Лучшая часть Прогулки После Собственно Прибытия В кемпинг 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 Прекрасен Эта дорога Тоже Прекрасна Хачковата Правда И слепни Лезут Кусаться Я даже Еще раз Набрызгал Со своим Антикомарином Хотя Отъезжая С кемпинга Делал Это И обещано Что там Работает Долго Несколько часов А тут Прошло От силы Часа полтора И меня Едят Как будто я Чистенький Вкусненький Вот Непонятно Только чем Это закончится Все Эта дорога Я сейчас Уже Подъезжаю К месту Где это Станет Видно Прибыли Блин Накаркал Нет Это не то место Которому я Говорил Что подъезжаю Подъезжаю Я к Дмитровскому По ГОСТу Вот И дальше Какими-то Кривыми Дорожками Яндекс Меня ведет Дальше Сейчас Сейчас Ну вот То Во что Сейчас Превратилась Дорога Мне уже Не нравится Прямо Внезапно Разонравилось Включил Камеру Хвалить Дорогу И Такая История Там Очень много Каких-то Поворотов Вихляний То в одну То через 50 метров В другую сторону Мне кажется Это будет Сомнительного Удовольствия Прогулка В том месте Ну Фиг знает Я сейчас Остановлюсь Скорее всего В этом Дмитровском По ГОСТе И Попробую Посмотреть Можно ли По трассе Проехать В том направлении В котором Он меня хочет Вести Вот этими Всеми Извилистыми Дорожками Потому что С большой вероятностью Если уж Прямая А это Прямая Дорога По которой Мы едем Вот такого Качества То То что Там он Извилисто Построил Скорее всего Еще Хуже Но там Будет Видно Внезапно Встретил Базу Отдыха Норильского Горному Металлургической Компании Что же Они на меня Наседают Вот Был Удивлен Сделал Пару Фотографий Вот Как-то Так Ничего Такого Особенного Просто Дмитровский Погост База Норильского ГМК Так Просто Удивительно Что Я Случайно Заехал На Норильскую Базу Вот Как-то Так Дмитровский Погост Красивое Тихое Место Где Ничего Не происходит Дмитровский Субтитры делал DimaTorzok Хотел подкрепиться, купил новый запас воды, так что у меня теперь навалом воды почти 4 литра. Осталось доехать до электрички, так что погнали. Субтитры делал DimaTorzok Проехал Дмитровский погост. Ну как я уже это говорил, просто сейчас на карте сделал такой крупный масштаб, что я до сих пор как бы возле него нахожусь. Ну и ветер встречный, пейзажи красивые, но ветер встречный. Кручу в принципе не напрягаясь. Все вроде бы нормально. Машин мало, едут правда быстро, но дорога широкая и пока сплошные крайние не нарисовали, я могу забирать больше места. Машины меня объезжают. А когда сразу по кромке нарисована сплошная, я боюсь слева от нее ехать. Потому что машины, ну большинство-то конечно меня видят и объезжают, но кто-то может вместо того, чтобы держаться левой кромки и следить за дорогой, начать держаться правой кромки. И в этом случае он попадет в меня. Вот что-то. Ну в целом все хорошо. Прогулка мне нравится. По заветам Яндекса я дальше не поехал. Посмотрел по карте, к чему это все ведет. Вело это к проселочной дороге, которая идет до другой деревни. А после нее в принципе дорога заканчивается и начинается. Ну непонятно, неизвестно что там начинается. Скорее всего точно не асфальтированная. Вот. Может быть такой же проселок, как я только что ехал и получал удовольствие. А может быть такой проселок, что весь грязный оттуда вылезешь. Я решил, что проверять я уже сегодня не буду. Потому еду по основной трассе. И в целом здесь быстро и хорошо. Я правда перед тем, как запись включить, сделал два больших подъема, которые были медленные-медленные. Я там по 11-13 км в час забирался. Ну просто потому, что уже не хочется работать. Я кручу, как это, как нога своим весом педаль нажимает. Вот такой. Ну собственно, педалирование и делаю. Под горку это быстро, по ровному это нормально. А в гору это 11 км в час. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует... Вот не знаю, может быть я конечно еще не докрутил этого второго дыхания, но на самом деле у меня вполне линейно просто снижается эффективность. Я потихонечку, потихонечку начинаю все хуже и хуже крутить. Ну, последнее время я это делаю сознательно, просто экономя силы, чтобы со всем разбитым не приехать, потому что завтра тоже хочется покататься. А если убиться в субботу и пролежать в воскресенье, какой от этого смысл? В общем никакого второго дыхания у меня пока нет. Просто потихонечку кручу. Очень долго еду. Дорога прямая, но холмистая. И еду, и еду, ничего не меняется практически. Я просто... Просто кручу педали. Такие дела. Спасибо. 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 Скорее всего, больше этой дорогой я не поеду, не решусь Потому что эти горки убивают Я проехал после одного из поворотов, которые я для себя отметил Что дальше будет прямая И, наверное, я легко прокачусь по прямой с ветерком И вот после этого поворота я прошел меньше четверти пути А времени потратил куйму При этом скорость практически нулевая Потому что я вот скатился сейчас за 20 секунд с горы И вот в эту гору сейчас буду подниматься где-то минуты 3-4, а то и 5 Это, конечно, печально Совершенно неравномерная дорога для велосипедиста Ну, нет, если хочется потренироваться То, конечно, дорога великолепная А вот если хочется доехать из одной точки в другую То, наверное, это самая неподходящая дорога По ухабам лучше По дороге без обочины На, кстати, она тут тоже без обочины Лучше Ну, то, что было днем Я жаловался, что дорога без обочины Она была ровная А это просто какие-то Вверх-вниз, вверх-вниз Ладно бы я там, не знаю Долго забирался вверх А потом бы долго ехал вниз Я вниз съезжаю мгновенно А потом лезу в эту гору И это очень утомляет Потому что Крутить переставать нельзя, когда лезешь в гору Чуть расслабился, потерял скорость Снова ее надо набирать Или крутишь свои 9-11 км в час Или прекратил на секундочку На две И через две секунды уже Не 9 км в час А 5 А еще через две секунды А еще через секунду Ноль Отдохнул Отлично Начинаешь все с нуля Ура! Карта показала мне финиш Судя по тому, что я Этот участок, на который я сейчас жалуюсь Еду, ну не знаю, минут 40 А может быть и час Хотя может быть и меньше Потому что он мне не нравится И время кажется, что идет дольше Медленней Починки 100 метров Ребята, я возле починок Если вы понимаете, о чем я В общем, этот участок, который я ехал час Это половина Даже меньше Того, что мне Устал И хочется ругаться На эту дорогу На этот рельеф Тренировочный Когда мне надо просто доехать О, сейчас машина проедет И дальше поеду В итоге Благополучно Благополучно я доехал До электрички Сел Там было до отправления 4 минуты Ничего не успел записать В электричке Видео не стал включать Потому что там было очень шумно Ветер дул Все равно ничего сказать не выйдет Фотографию я вам и так покажу Вот, собственно, и все Вышел заранее Не доехал до Казанского Перескочил на МЦК Доехал на МЦК практически до дома Все получилось В общем Сейчас 22.25 И сегодняшний Заезд закончен Ура! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!